Все, супер. Всем привет. Спасибо, что подключились. Давайте я для начала представлюсь, кто вы такой. Зовут меня Сергей Письмановский. Я DevOps-инженер с Critical Service отделом. Работаю в AWS Cluster. Сегодня я попробую немножко вам рассказать про сам Spinnaker и как в Spinnaker использовать Blueprint и Canary Deployment стратегии при деплойе в Кубернетос. Прежде всего, что такое Spinnaker? Spinnaker — это open-source multi-cloud continuous delivery платформа, которая была разработана Netflix для того, чтобы сделать процесс деплоймента более простым, надежным, мультиплатформенным, так скажем, и чтобы была возможность в любой момент деплоймента сделать роллбэк, если что-то пошло не так. Как я сказал, это мультиклаудная платформа. Она может деплойить приложения в такие клауды, как AWS, Kubernetes, GCP, OpenStack, Oracle, Azure и Cloud Foundry. Сегодня мы будем разбирать деплой только в Кубернетос. И, честно говоря, я только Spinnaker использовал для деплоя в Кубернетос, поэтому какие-то тонкости и какие-то моменты при деплойе тут же в TCP или AWS я не знаю. Чем Spinnaker не является? Spinnaker — это не билд-сервер, то есть ошибочно сравнивать Spinnaker с тем же, допустим, Jenkins, потому что сам Spinnaker попросту для этого не разрабатывался. И Spinnaker — это не замена для уровня инфраструктуры, то есть мы со Spinnaker можем управлять инфраструктурой, мы об этом дальше поговорим, но все так же продолжаем использовать те же Cloud Application Management, Cloud Formation, Terraform для провизженной инфраструктуры. То есть Spinnaker для этого не предназначены. Единственный момент, да, допустим, когда мы начинаем управлять инфраструктурой со Spinnaker, увеличиваем количество реплик для подов или делаем разные махинации с нашими ресурсами, которые мы задеплоили, надо учитывать, что при последующем деплойменте, если это не было изменено в манифестах, просто в Ямл-файликах или в Хелм-чартах, то изменения вернутся обратно, либо же надо просто изменить будет Хелм-чарт для того, чтобы изменения остались. Что Spinnaker именно нам предоставляет? Spinnaker предоставляет нам две самые главные его фичи, для чего он разрабатывался, это Application Management и Application Deployment. Как я сказал ранее, мы можем управлять нашими ресурсами, это фича Application Management. Мы можем изменять, удалять, создавать новые ресурсы и можем откатывать между версиями, то есть полный менеджмент наших ресурсов. И Application Deployment — это именно те самые вот пайплайны, которые строятся для деплоя. Чуть дальше мы разберем из этих фич, немножко подробно. Сейчас, секунду. Привет. А, да-да-да, ты на конференции? Давай, просто уже началась, это было немножко раньше. Да, посключись, пожалуйста, я просто уже в реал-тайме. Спасибо. Извиняюсь. Да, поехали дальше. Именно Application Management фича базируется на такой концепции, как Spinnaker Cloud Data Model. То есть в Spinnaker мы имеем некую концепцию так называемых ключей, которые называются Account, Cluster, Server Group, Instance, Load Balancer. И там еще можно сказать, есть Firewall, Security Group, для каждого клауда они называются по-разному. И так как это мультиклаудная платформа, было принято решение взять такие, скажем, более абстрактные названия, потому что некоторые ресурсы в разных клаудах могут называться по-разному. К примеру, Instance в AWS это Instance, да, AC2, а в Kubernetes это POD. Вот, и давайте я сейчас покажу, как это выглядит. Допустим, если мы зайдем, выберем мой один из кластеров, то мы видим, что Аккаунт это мой Kubernetes Cluster, который подключен к Spinnaker. Кластер это мой deployment, который здесь настроен, мы видим. Сервер группа это реплика сеты, которые управляются нашим деплойментом. Instance это вот та самая POD, которая поднимается. И Load Balancer это мои здесь Kubernetes сервисы. Вот, Firewall здесь, если бы у меня были какие-то задеплоенные Network Policy, то это, пожалуй, здесь. Вот, вот так вот выглядит эта концепция, которая приравнивается для Kubernetes Data Model. То есть, как я уже сказал, аккаунт это креденшалы, которые подключаются к нашему Kubernetes Cluster. Cluster это deployment, сервер группа это replica set, instance pod, Load Balancer это сервисы и Firewall это Network Policy. И вторая фича это Spinnaker Application Deployment. Application Deployment, как я уже сказал, это построение пайплайнов, пайплайны, которые состоят из очереди стейджов. Стейдж, в свою очередь, это степ, который выполняет какое-то свое действие. Этих видов стейджов в Spinnaker очень много. Могу сейчас даже показать. Добавить стейдж. И если мы здесь посмотрим, мы видим очень много видов. И это еще не все. Их может быть гораздо больше, но в Spinnaker есть такая штука. Когда мы просто задеплоили чистый Spinnaker, то большинства из этих видов стейджов не будет. Для того, чтобы они появились, надо будет настраивать интеграцию. Скажем, допустим, здесь есть степ Jenkins, который может триггерить Jenkins' джобы. Для того, чтобы вид этого стейджа появился, нам надо будет подключить, создать интеграцию между Jenkins'ом и Spinnaker'ом. Также, к примеру, стейдж-кенери анализ. Для того, чтобы этот степ появился, нам нужно будет задеплоить опциональный Spinnaker сервис, который называется Kayenta. Я немножко дальше буду о нем упоминать. И включить поддержку Кенери для нашего проекта. И только тогда появится этот вид джобы. Также для работы с манифестами, с кубернет-сманифестами, нам нужен, должен быть подключен какой-нибудь кубернет-скластер к нашему Spinnaker'у. Если мы подключим какой-нибудь другой клауд, то появятся какие-то соответствующие джобы для этого клауда. И последнее — это деплоймент-стратегия. Spinnaker, скажем, он не из коробки, но в нем очень легко настраивать такие деплоймент-стратегии, как Red Black и Blue Green, либо же тот же самый Кенери. Нельзя сказать, что это из коробки работает, но настраивается для того, чтобы получить эту фичу. Много телодвижения делать не надо. Намного проще, чем делать какие-то свои скрипты, пайплайны в том же Jenkins, которые активно это не поддерживают. Что нам дает Spinnaker, почему он так важен? Как я говорил, это мультиклауд деплоймент. То есть в рамках одного пайплайна мы можем, если требует того наша инфраструктура, то мы можем задеплоить что-то в AWS, что-то в GCP, что-то в Kubernetes в рамках одного пайплайна. Если мы деплоим какое-то приложение, которое должно находиться на разных клаудах, то мы с легкостью это можем сделать без каких-либо лишних телодвижений. Легкая настройка Blue Green и Кенери. Автоматическая Кенери аналитика. И хорошая интеракция с Continuous Integration и Monitoring Tools. Спиннакер может интегрироваться с такими CI-ками, как Jenkins, Travis, по-моему там, если не ошибаюсь, GitLab еще есть, я точно не помню, там надо будет проверять документацию. И Monitoring, там тоже New Relic, Datadoc, Prometheus, то есть все там хорошо, оно с этим интегрируется. Вот так вот выглядит инфраструктура спиннакера, архитектура, прошу прощения. Как мы видим, это микросервисная архитектура. Есть такие, так скажем, core-компоненты и есть опциональные. Каждый из этих компонентов может легко скелиться, обрейдиться или конфигурироваться независимо от других сервисов. То есть мы можем проапдейтить какой-то сервис. Если он будет совместим со старой версией какого-то сервиса, то нам не обязательно будет его обрейдить, чтобы что-то не поломать. Сейчас немножко дальше разберем каждый из этих сервисов по отдельности. Вот те самые core-компоненты. Первый — это Cloud Driver, который управляет всей коммуникацией между спиннакером и настроенными аккаунтами, то бишь подключенными нашими клаудами. Orca — это центральный движок оркестрации, который отвечает за координацию всех опиколов между сервисами и Cloud Driver. Front 50 — это сервис, который хранит и обслуживает метаданные наших аппликейшенов, добавляет разные описания, конфигурацию аккаунтов, каким аппликейшенам какие пайплайны принадлежат. С помощью вот этих вот метаданных спиннакер управляет нашими ресурсами, которые мы задеплоили в наш клауд. Опциональные компоненты — это Echo, Игорь, Rosco, Fiat и Kayenta. Kayenta — это опциональный сервис для автоматической камеры аналитики. Fiat — это для настройки аутентификации и контроля доступа. По дефолту, когда мы деплоим спиннакер, он без какой-либо аутентификации. Rosco — это сервис, который отвечает за билд манифестов. Игорь — это сервис, он, скажем, мониторит внешние ресурсы на предметы изменений. И если таковые были, то он отправляет api-call на Echo, который триггерит пайплайны, которые наконфигурены для какого-либо ивента. Ну, то есть, если мы настроили триггер на GitHub, он будет триггерить соответствующий пайплайн, который настроен на реакцию изменений в репозитории. И фронт-эн-компоненты — это Gate и Deck. Gate — это эти два сервиса экспозятся в мир. Gate — это наш api-шлюз, через который происходит вся коммуникация внешнего мира и спиннакер-сервисов. И Deck — это, собственно, наша сама вот эта вот UI. Вот, и мы приблизились для того, чтобы поговорили немножко в спиннакере, что он из себя представляет, и приблизились уже к самой интеграции спиннакера с кубернетесом. В принципе, у меня есть вопрос. Я хотел бы узнать, кто как деплойит свои ресурсы в кубернетес. Какого рода это пайплайны? Просто я хочу понимать, насколько эта тема актуальна, так скажем, для аудитории. Меня слышно? Да. Похоже, что никто не деплойит. Я понял. Окей. Тогда продолжаем. Значит, пайплайны пробовали собирать на Jenkins'е. Blue Green делали тоже на Jenkins'е обычными башскриптами, в общем-то, с формированием ямлов и подменой лейбла Blue Green в зависимости от того, какой стек сейчас задеплоен. Я понял. А какой-то роллбэк стратегии не было, да? Почему? Почему Blue Green же, соответственно, аж как бы есть роллбэк стратегия у вас. Вы можете, ну, как бы... Вы через клуб сетель, да, это как-то делали? Ну, просто потом возвращали в случае чего, да? Да, просто потом накладывался патч, который говорил, что... Я понял. Теперь, пожалуйста, трафик направляйте сервиса на предыдущий стек, например, на Blue или на Green, в зависимости от того, который задеплоен сейчас. И, соответственно, роллбэк был моментальным. В общем-то, это решение в документации Kubernetes'а сейчас есть как основное решение для Blue Green. Я понял. Спасибо. Окей, с какими челленджами все сталкиваются при дизайне деплоя приложений? Мы хотим легко выпускать, легко и безопасно выпускать наши версии приложений. Это должен быть простой подход, который не требует много каких-то мануальных движений. Должна быть стратегия роллбэка. И при деплойе Kubernetes это должно следовать его best practices, особенно такой, как declarative. Сейчас я буду показывать... хочу показать вам демку Blue Green Deploy. Как он настраивается в Spinkery и что происходит во время пайплайна. Давайте покажу сначала пайплайн конфигурацию. Здесь на вот эти вот Application Details, Product Page и Rating не обращайте внимания. Это я просто сюда запихнул, чтобы задеплоить всю свою аппликуху полностью в одном пайплайне. Все манипуляции по Blue Green мы будем проводить с ревью-аппликушкой. Для того, чтобы задеплоить нашу ревью-аппликушку, требуются два стейджа. Первый это Backstay, Backmanifest Stage, который, собственно, создает наш манифест. За основу он... для того, чтобы для создания, он берет движок Helm. То есть я использую свои Helm-чарты. У меня есть задеплойные Helm-чарты в мой GFrog-артефакторе. Там тоже настраивается интеграция с JCOG, и мы легко сможем вытаскивать оттуда наши артефакты. Вот. И для того, чтобы не хранить в Helm-чартах свои какие-то дефолтные... Ну, после каждого изменения, чтобы не создавать новый Helm-чарт, не пушить его, я просто использую value файл со своего git-репозитория, который тоже подключен. И во время Backstage билдится такой манифест, который уже использует значения с override файликом. И потом этот стейдж продюсит нам артефакт в формате B64, который потом добавляет этот артефакт в пайлоад и триггерит следующую джобу — deploy. И этот джоб уже выполняет непосредственно сам deploy. Мы видим здесь в конфигурации этой джобы, что мы ожидаем, что в пайлоаде будет артефакт, который называется reuse. который был создан на предыдущем стейдже. Если его нету, то джоба будет зафейлена. Если он есть, то супер! Выполняется deploy. Дальше я добавил здесь manual такую джобу, которая ожидает два параметра — yes или no. Если deploy был удачен, мы нажимаем yes и пайплаем. Все-все хорошо. Если no, то будет триггериться rollback на предыдущую версию. Настройка хелм чарта очень простая. там нет ничего... Как мы видим, здесь просто обычный deployment, сервис и сервис-аккаунт. Здесь нет ничего специфического. Здесь у меня файл называется replicaset, потому что до этого был у меня здесь replicaset. Сам Spinnaker рекомендует для Bluegreen использовать replicaset для того, чтобы была более глубокая интеграция между Spinnaker и Kubernetes. То бишь, когда replicaset деплоится новая версия, старая версия, она не тушится, она в таком stand-by. И если что-то пошло не так, оно быстро переключает просто и не тратится время на поднятие новой версии контейнера. И это также используется... В replicaset работают такие аннотейшены. Они в деплойменте не работают. Я их просто туда не убрал. Здесь указывается, сколько максимально версий на нашем аппликейшене хранить. У меня там, по-моему, стоит хранить две версии, но для деплоймента это не работает. И почему я выбрал деплоймент? Потому что деплоймент ресурс поддерживает вот эту самую вот job under allowed. Если бы мы использовали replicaset, то нам бы пришлось этот роллбэк строить на базе двух стейджов, которые называются enable-манифест и disable-манифест. То есть выполнялось бы два степа, который первый возвращает трафик на предыдущую версию и тушит новую задеплоенную версию, которая нам показала, что она не работает. Я захотел протестировать вот эту такую конфигурацию, и сегодня я вам ее показываю. Но стоит помнить, что сам Spinnaker рекомендует использовать replicaset. вот сейчас. Ладно, давайте сейчас посмотрим. Здесь у меня есть уже задеплоены некоторые сервисы. Кроме сервиса review мы видим, что к нему нету connection. Давайте его сейчас задеплоим. Мы видим, создались наши манифесты. Можем посмотреть. Вот артефакт статус. Мы видим, что были запродюсены артефакты. Нас в данном случае интересует application review, чтобы было удачно. И смотрим вот на это. Здесь есть task статус. Мы видим, что был задеплоен сервис аккаунт для ревью плекушки был задеплоен сервис. И уже статус succeed. Значит, уже задеплоен наш деплоймент. Давайте посмотрим, как это здесь выглядит. Да, вот мы видим, что у нас появился наш деплоймент. У него здесь две поды. И видим, что есть connection на эту аппликушку. Дальше для того, чтобы задеплоить сейчас... Ну, задеплоить новую версию. Сейчас поменяю версию. Вот эти вот изменения должны выполняться во время какого-то CI стейджа. Это там чисто для демки. Поэтому, думаю, этого будет достаточно. И нажимаем, что деплой был удачен, yes. И видим, что наш пайплайн завершился. Здесь все работает, все хорошо. Давайте еще раз запустим для деплоя новой версии. Да, кстати, хочу сказать, что здесь я во время сетапа этих пайплайнов наблюдал ошибку, что когда я в этом ревью-велиз файлике изменил версию, но она не задеплоилась почему-то. Если сейчас такое произойдет, то вопрос я просто перезапущу. Я просто банально не успел разобраться, в чем проблема. Так что, ребята, извините. Да, вот мы видим, как раз это случилось. здесь, потому что новая версия не задеплоена была. Давайте еще раз перезапустим наш пайплайн. в этом сайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, вот появилась новая версия. Сейчас обновится спинкер. Он должен будет потушить две поды. Ну, они уже потушены, просто здесь на UI-ке это еще не отображается. Там надо... Подождать какое-то время, пока оно подхватит последние ченни. Ну, все, пропали поды для первой версии. Приходим, смотрим, что у нас изменилось, появились звездочки. Все окей, и давайте сейчас еще раз поменяем, степлоем третью версию и сделаем rollback. Продолжение следует... Может, это все происходит из-за того, что у меня маленький Kubernetes-кластер. Может, там из-за того, что просто банально не хватает ресурсов, и не обновляются какие-то мета-данные, и поэтому оно не подхватывало. Я еще в этом не успел разобраться. Продолжение следует... Нет, снова то же самое произошло. Нет, снова то же самое произошло. Это и хорошо, что произошло. А где логи? Как ты определяешь, что поломалось? Чего-чего? Ну, а где логи вообще? Логи чего? Ну, процесс от этого деплоя. Я понял. Смотри, здесь, когда выполняется какой-то стейдж, мы можем... Сейчас, секунду. Давай там выберем. Вот, если нажмем source, то здесь вот есть наши все логи. Либо же мы можем смотреть в самих сервисах Spinnaker. То есть, ну, здесь вот такие прямые логи чисто для этого стейджа. Я проверял, там подхватываются все последние изменения с... HelmChart, ну, с моего GitHub, этого value файла. Ну, почему-то они деплояются. Я еще... Я это заметил... Это на сегодня недавно. Я не успел разобраться, почему. Вижу просто потому, что я знаю, какие должны быть аппликухи, но снова это произошло. И вот, как назло, это происходит сейчас чаще на демке, чем происходило у меня, когда я это все настраивал. Скажите, а вот у меня есть небольшой вопрос по поводу коэнты. Здесь, в общем-то, вы упоминали, что Spinnaker может деплоить Canary Deployment. И коэнты, насколько я понимаю, это какая-то пристройка к нему, которая помогает анализировать трафик, правильно? Она анализирует метрики, которые мы скармливаем этому сервису. Мы настраиваем Canary Config, я потом покажу, когда буду Canary показывать. Само переключение трафика и манипуляция вообще, что куда должно ходить, это все через Istio. То есть Istio необходим для Spinnaker? Да, здесь в Spinnaker кайкаенто это чисто сервис для аналитики. И все. Спасибо. 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 Так, видим, что задеплоилась новая реплика у нас наконец-то. Ждем, пока пропадут, обновляются метаданные. Мы видим, что уже удален. Здесь это выглядит, звездочки должны стать красными. Да, Spinnaker не хватает, конечно, ресурсов. У меня все это крутится на одном Kubernetes Cluster, и Istio, и Spinnaker, и само приложение, которое деплоим. Так что надо будет увеличить ресурсов. И, к примеру, нам не понравился красный цвет, мы хотим сделать rollback. Нажимаем null. И запускается rollout stage. Давайте посмотрим, что будет происходить здесь. По факту здесь сейчас будет подниматься новая версия сервер-группы, то есть реплики set только с предыдущей версией нашего имиджа. Вот мы видим, что уже поднялась новая реплика, и сейчас должны будут потушиться контейнеры для, скажем так, испорченной версии, которую мы не хотим деплоить. Ну, мы видим, что здесь уже rollback произошел, там просто Spinnaker немножко подтупливает. Вот так мы видим, что rollback произошел, все быстро, все классно. Вот. На этом с BlueCream все. Есть какие-то вопросы? Мы видим, что версия третья конверсия под и пропадет. И все в порядке. Ну ладно, окей, идем дальше. Следующая демка, это будет демо Canary Deployment. Где-то здесь. Для того, чтобы настроить полный цикл Canary Deployment в Spinnaker, то как разработчики Spinnaker это видят, нам потребуется задеплоенный, настроенный сервис Каента. Нам нужен будет Istio Service Mesh. Надо включить поддержку Canary Analytics для нашего проекта и настроить Canary Config. Давайте сейчас это все разберем, как это настраивается. Выглядит это примерно так. У нас здесь целый pipeline, который полностью весь цикл переключения 10%, потом аналитика, если все ок, то будет переключаться на 100% на Canary версию про Reddit Prod и переключит наш сервис обратно на Prod Deployment и удалит Canary Deployment. Здесь мы создаем наш манифест для деплоя двух деплоементов для Production версии для Canary. Но здесь мы видим, что для Production мы будем использовать две реплики, а для Canary по деполту у меня в Vali-файле стоит 0 реплик, поэтому он будет без каких-либо подов. Следующий стейдж – это деплоит наш манифест, потом я здесь добавил степ просто чтобы посмотреть, что там все нормально задеплоено и мануально принять решение для того, чтобы начать переключение на Canary версию. Здесь мы видим, что я устанавливаю количество реплик для Canary 2, для Prod тоже 2 и веса для Canary будет 10%, для Production – 90%. Создается этот манифест, дальше он деплоится, снова проверяю, что 10% трафика идет на Canary версию. Для проверки я не добавлял никакие графаны, для того чтобы видеть, просто обновляю страничку и примерно так смотрю, что идет 10%. В идеале, конечно, было классно добавить графану, чтобы это все так красиво на графиках отображалось. Дальше у нас стейдж Canary анализа. Давайте разберем, что это за стейдж, как он настраивается. Есть два типа анализа – это real-time и ретроспектива. Real-time мы указываем количество времени, в моем случае я указал 2 минуты, и в течение этого времени этот сервис будет отправлять запросы в Prometheus с Canary конфига. Я покажу потом, как оно настроено, какой запрос в Prometheus у меня выполняется. И если там будут какие-то ошибки, в Canary конфиге там тоже указывается behavior для аналитики. Если будут ошибки, то этот стейдж будет зафейленный. Здесь мы видим baseline, baseline location, Canary, Canary location. По best practice нам надо будет вместе с Canary деплоить еще и свежий деплоймент со старой версией. И делать сравнение между новым задеплойментом Canary и новым задеплойментом со старой версией. Это делается для того, чтобы не было проблем в аналитике, чтобы, допустим, какие-то ошибки там раньше были со старой версией, чтобы эти ошибки не учитывались при аналитике с baseline. Но так как я использую real-time, то мне это не имеет смысла, потому что будет браться только отрезок за вот это вот время. И дальше мы указываем оценку прохождения. То есть, если в аналитике оценка меньше, чем 99%, то стейдж будет зафейлен и считаться непригодным для деплоя. Давайте сейчас пройдемся по остальным степам и потом покажу, как настраивается Canary конфиг. Дальше мы создаем манифест для переключения 100% трафика на Canary версию. Деплоим этот манифест. Обгрейдим наш production deployment. Здесь я указал, указан за хардкорженный новый имидж. Для демо этого будет достаточно. Обгрейдим наш prod. Создаем манифест для переключения трафика 100% на production версию. Собственно, переключаем и удаляем Canary deployment, чтобы он просто не висел. Canary config выглядит вот так вот. То есть, по сути, мы здесь добавляем наши метрики и добавляем все ту же оценку. Мы можем здесь создать много групп из наших метрик. Потом в конце мы должны здесь указать, все эти метрики должны в сумме давать нам 100%. То есть, если у нас будет много групп, надо между этими группами как-то разделять эти значения. Возможно, мы можем там поставить прохождение 70% и добавить 3 метрики в трех разных группах. И чтобы некоторые метрики нам давали больше, чем 70%, и тогда это будет считаться пригодным для деплоя. Сами метрики настраиваются вот так вот. Я выбираю за запросы в Prometheus. То есть, это выглядит так, как просто я создал темплейт, который ищет 500 ошибки. Вот здесь вот location — это namespace. У нас Canary версия и prod-версия сдеплоена в одном namespace, поэтому в Canary analytic job там одинаковые значения. И scope — это, собственно, наша версия. Там у меня было в job, в stage, прошу прощения. А prod-версия и, скажем так, релиз-кандидат-версия. Вот. И потом этот сервис выполняет запросы Prometheus для обеих версий, потом сравнивает. И здесь есть вот такое правило — fail-on increase, decrease и either. То есть, если я выбираю increase, то это означает, что у меня будет fail, если в Canary версии больше ошибок, чем в baseline версии. В decrease будет fail, если меньше ошибок, и если больше или меньше. То есть, это используется для того, чтобы было четко... Они должны быть и... Результаты должны быть эквивалентны между prod-ом и релиз-кандидат-версией, Canary-версией. Вот. И потом в конце будет... Canary analytic создает репорт. Давайте сейчас запустим pipeline и посмотрим, как это работает. Вот у меня здесь нету задеплоенного для моего Canary, нету задеплоенного сервиса review. Давайте сейчас задеплоим. Вот. Пусть. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Мы видим, что первая версия задеплоилась. А, я забыл показать конфигурацию HelmChart, как это все происходит. Получается, в HelmChart мы деплоим наш деплоймент с продовской версией, деплоймент для Canary версии, и здесь используется два ресурса с Istio. Первый – это Destination Rule, который создает сабситы, основываясь на лейбах версии. То есть у нас сабсит с именем Prod будет иметь версию, которая, по-моему, там тоже Prod, по-моему. И Canary будет называться Release Candidate, и там тоже версия Release Candidate. И здесь Virtual Service – это именно тот сервис, который управляет трафиком и весами. То есть здесь мы сейчас будем… Выполняется дроба на переключение 10% трафика на Canary. То бишь здесь будет у нас сетапиться 90% и здесь 10%. И на основе лейбов выбираются нужные поды. Давайте посмотрим. Мы видим, что больше запросов идет на первую версию. Повторю, да, было намного круче прикрутить какую-нибудь визуализацию, чтобы было лучше видно. Сейчас будет выполняться Canary Analytica. Повторю, я выбрал real-time проверку, поэтому нам надо сделать… Во время этого мы должны, типа, в это время тестируем наше приложение, и потом Canary Analytica будет брать эти данные для анализа с Prometheus. Метрики в Prometheus попадают, получается, в этих приложениях нету каких-то метрик, которые отправляются в Prometheus, и поэтому я использовал для аналитики метрики Istio. То есть у меня задеплойны все приложения, в входы добавляются сайт-кары Istio, весь трафик проходит через них, и, соответственно, в Prometheus добавляются метрики. И там мы можем легко видеть response-статусы и какая плекушка, namespace и все остальное. Но вообще, да, было бы круто, чтобы в приложениях была куча разных метрик, которые мы можем оперировать и выставлять веса для каждой из этих метрик. То есть наверняка есть какие-то вот прям вот критически важные во время деплоя метрики, а есть какие-то опциональные, там, скажем, не знаю, response-тайм, там, чтобы был в пределах хотя бы до соточки. Если там и большое отклонение, то это не так сильно важно, если там 110 будет миллисекунд, то такое. Как мы видим, здесь никаких ошибок у меня не генерится, поэтому аналитика пройдет на ура. Я не стал выдумывать какой-то юзкейс для того, чтобы зафейлить эту оплекуху. И вот мы видим, прошла аналитика, все удачно, и вот пошло 100% трафика на Canary-версию. Уже задеплоилось. Здесь еще это не показано, но это уже задеплоено. Создается манифест для апгрейда прода. Давайте посмотрим сейчас. Вот мы видим, что есть деплоймент ревью Canary и обычный Canary, обычный ревью продовский. Эти поды подняты, все в порядке. Здесь, вроде, еще первая версия. Подождем, пока продейтится. Вот мы видим, уже для продовского ревью деплоймента уже поднялась новая версия, протушится старая. Мы видим, во время там никаких даунтаймов нет, все в порядке. Вот мы видим, удалились поды со старой версией. И сейчас должен будет удалиться деплоймент ревью Canary. Все, деплоймента ревью Canary нет. Новая версия с деплоймом в прод. Даунтайма не было. Все в порядке. Также есть, вот виртул сервис позволяет нам трафиком управлять просто вот реально как мы хотим. Там можно базироваться даже на разных хедерах, на куках. То есть, это полезно в том случае, если мы, допустим, хотим деплоим новую версию в прод. Мы хотим ее протестить на прод, и там запустить туда только одного человека. Мы можем просто вытаскивать это из куков, кто логинится. Точнее, кто залогинен. И этого человека пускать на новую версию деплоймента. А клиент будет продолжать ходить на старую версию. Если он подтвердит, что все окей, то можем спокойно обедетить по нашу прод версию. На этом у меня все. Спасибо, ребята, за внимание. Есть какие-то вопросы? Скажите, пожалуйста, а как настраивается интеграция Spinnaker с Istio? А Spinnaker-Istio никак не настраивается. У тебя Istio должен быть задеплоен в твой Kubernetes-кластер. И когда создается namespace, надо добавить в него лейбл, чтобы для всех созданных подов инжектился Istio-сайткар. Либо же мы можем добавить лейбл для namespace, либо же мы можем это указывать в аннотейшенах нашего манифеста для того, чтобы делать инжект Istio-сайткара. А сам Spinnaker, он оперирует манифестами с Helm-чарта. То есть то, что я в Helm-чарт добавил, здесь Destination Rule и Virtual Service, то он и деплоит. То есть сам Spinnaker Istio не управляет. Все через Helm-чарты, которые продюсят наши джобы. Спасибо. 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 Ну, судя по всему, больше вопросов нет. Спасибо. Спасибо.